Поражение спинного мозга. С этой неприятностью сталкиваются многие, а особенно в зимний период, когда на дорогах господствует гололед. Только вот результаты лечения травм спинного мозга не всегда имеют удовлетворительный результат. По-прежнему требуют разработки и внедрения не только новые терапевтические протоколы, но и объективные методы экспресс-подготовки. В связи с этой актуальной проблемой в Казанском университете идет поиск новейших методов борьбы с дегенеративными процессами в центральной нервной системе. Осознавая все это, молодая исследовательница КФО поставила перед собой цель найти механизмы патогенеза заболевания, а также терапевтические мишени и биомаркеры. Так как патогенез травматического повреждения спинного мозга многогранен, я считаю, что необходимо в будущем разработать адекватный протокол ведения таких пациентов, которые бы приписывал на каждом этапе посттравматического процесса в острый, подострый период и хронический свою определенную терапию, которая была бы направлена на различные звенья патогенеза. Стоит принять к сведению, что биомаркеры – это показатели, которые используются как индикаторы болезненного состояния человека. Они же свидетельствуют о степени дегенеративного заболевания нервной системы, способны хотя бы потенциально иметь прогностическое значение и помочь врачу в выборе оптимальной терапии. В подострый период, я считаю, что можно и нужно проводить клеточную терапию, как раз в этот период возможно проводить и аутотрансплантации собственных стволовых клеток пациентов. Ну и, конечно, хронический период требует более детального изучения, на какие терапевтические мишени необходимо в этот момент воздействовать. Разрабатываемые нашими учеными способы терапии основаны на понимании зарождения и развития болезни на молекулярном уровне и направлены на так называемую доставку факторов, обладающими иммуномоделирующим действием. Однако все это лишь начало пути, ведь на сегодняшний день еще ни разу не была проведена полная оценка биомаркеров травматических повреждений. Так что можно не сомневаться, у данного проекта большое будущее и вряд ли наши ученые остановятся на достигнутом. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.